Добрый день! В сегодняшнем уроке мы создадим игру, где нужно стрелять по шарикам. Давайте покажу. Запускаю игру. Летят воздушные шары, я направляю на них свой прицел и стреляю. Кстати, игра на двух человек. Один направляет мышке прицел, другой стреляет с помощью пробела. У игры несколько уровней. Сейчас начнется второй уровень. Тут шарики другого цвета и летят побыстрее. В третьем уровне они будут лететь еще быстрее. Давайте вот такую игру создадим. Для этого запускайте скретч, удаляйте спрайт с котом и добавляем два новых спрайта. Один это шарик. Второй это прицел. Прицел рисуем с помощью кисти нарисовать. Рисуем черным цветом. В центре круг. Затем еще один круг. И еще один круг. И перекрестие. Если прицел получился сильно большим, размер изменяем, например, на 70. Также изменим размер шарика на 70. Можно добавить фон. Например, голубое небо. Начинаем программировать прицел. В правом нижнем углу кликаем на спрайт с прицелом. И тут будет очень простой код. Когда флажок нажат, выбираем из блока события. Из блока управления выбираем повторять всегда. А всегда будет наш прицел следовать за указателем мыши. Следовать это движение. Из блока движения выбираем блок перейти на случайное положение. Случайное положение изменяем на указатель мыши. Запускаем программу. Смотрим. Прицел движется за указателем мыши. Программируем шарик. Кликаем в правом нижнем углу на шарик. И вот такой код мы напишем. Из блока события выбираем, когда флажок нажат. Затем нам нужно будет создать 10 шариков по образцу нашего добавленного шарика. Создать несколько шаров по образцу имеющегося шара это клонировать в терминах скрэйч. Переключаемся на вкладку управления. Выбираем блок повторить 10 раз. Выбираем блок ждать одну секунду. Шарики будут появляться с интервалом в одну секунду. И выбираем блок создать клон самого себя. Посмотрите, я сейчас запущу программу. Начали создаваться блоки. Вот они. Они все появляются там же, где и первоначальный шарик. С интервалом в секунду. Это нам не очень подходит. Все новые шарики должны появляться в нижней части экрана в произвольном месте и плыть вверх. Давайте это запрограммируем. Далее продолжаем программировать шарик. Выбираем блок из блока управления. Когда я начинаю как клон. То есть, как только появляется новый клон шарика, он должен переместиться в произвольную точку в нижней части экрана. Для этого выбираем блок. Из блока движения перейти в x, y. y минус 184, это нижняя часть экрана, оставляем. x меняем. Выбираем зеленые блоки оператора. И выбираем блок. Выдать случайное число от единички до 10. Единичку заменяем на минус 200. 10 заменяем на 200. Это левая и правая половинки экрана. Посмотрите, нажимаю флажок. Начали появляться новые шарики. Все в произвольном месте. И все в нижней части экрана. Теперь они должны плыть вверх. Для этого из блока управления выбираю блок повторять всегда. И внутреннего вставляю блок из блока движения. Изменить y на 10. Таким образом мы будем в цикле менять координату y. Но не на 10, изменяем на 5. Что в шарике летели не очень быстро. Запускаю программу. Шарики появляются в случайной области экрана. В нижней части. И плывут вверх. Со скоростью 5. Все, шарики движутся. Осталось запрограммировать выстрелы. Для этого переключаемся на вкладку костюма для шарика. Удаляем желтый костюм и фиолетовый. Синий костюм дублируем. Правую кнопку щелкаем на нем. Выбираем дублировать левой кнопкой. Выбираем инструмент пластик. Ширина где-то 10. Рисуем такие повреждения на шарике. Как будто он начал лопаться. Снова дублируем. Берем пластик большего размера. Например 100. И стираем шарик. Шарик лопнул. Три спрайта мы подготовили. Выбираем блок из блока управления. Когда я начинаю как клон. Затем из блока внешний вид нам нужно установить костюм номер один. Когда шарик еще не лопнувший. Выбираем блок изменить костюм. И тут выбираем баллон один. Затем из блока управления. Выбираем блок повторять всегда. То есть мы постоянно будем отслеживать. Не кликнули. Не выстрелили по шарику. И внутрь повторять всегда. Выбираем блок если то. Внутрь блока если то. Мы выбираем. Следующий костюм. Значит при попадании мы меняем костюм. Так. А какое же условие если. У нас будет двойное условие. Для того чтобы установить двойное условие. Из зеленых блоков оператора. Выбираем блок. С двумя восьмиугольниками. Между которыми стоит И. А условие выбираем из сенсоров. Первый с голубого цвета. Первый сенсор. Это касается указателя мыши. Значит первое наше условие. И второе условие. Клавиша пробел нажата. Вот два таких условия. Как я уже говорил. Игра для двоих человек. Один подводит указатель мыши. Другой нажимает пробел. И как только два этих события одновременно происходят. Мы меняем костюм. Давайте проверим как работает программа. Запускаю. Вот видите. Мне удается сбить все шарики. Программа работает. На этом можно остановиться. Но кто хочет может немного усложнить нашу программу. И сделать в ней несколько уровней. Например можно сделать три уровня. И в каждом скорость шариков будет увеличиваться. Давайте сделаем. Переключаемся на вкладку переменная. Нажимаем кнопку создать переменную. Создаем переменную скорость. Нажимаем окей. И эту переменную скорость устанавливаем в блок, который отвечает за полеты шариков. Когда я начинаю как лон, перейти в x, y. Повторять всегда. Изменить y на 5. Вот вместо пятерки ставим скорость. Далее. Когда игра начинается, нам нужно задать скорость. Выбираем блок также из оранжевых блоков переменной. Задать моя переменная значение 0. Ставим после флажка. Моя переменная изменяем на скорость. Ставим скорость 5. Затем из блока управления выбираем блок повторить 3 раза. И ставим его после оранжевого блока с переменной. Вот так должно получиться. Когда флажок нажат, задали скорость и затем повторить 10 раз. Только 10 раз меняем на 3 раза. У нас будет 3 уровня. На каждом уровне 10 раз создаются клоны. Чтобы уровни отличались, из блока внешний вид выбираем изменить эффект цвет на 25. И ставим его внутрь первого цикла, где повторить 3 раза в самый конец. Так же мы должны в этот момент изменить переменную. Изменить моя переменная на 1. То есть мы должны увеличить скорость. Мы меняем цвет на втором уровне. Мы увеличиваем скорость. Скорость. Меняем моя переменная на скорость. Будем увеличивать каждый раз на 3. То есть в начале скорость 5, потом 3. Потом увеличиваем на 3, это 8. Потом 8 плюс 3, это 11. Между уровнями давайте добавим паузу. Это блок управления. Ждать 1 секунду. Ставим ее перед фиолетовым блоком. Заменяем на 5 секунд. Чтобы у человека была возможность отдышаться между уровнями. Давайте запустим нашу программу и посмотрим, что получилось. Начался первый уровень. Шарики летят не быстро. Мы это видим также на экране. У нас появилась переменная скорость. Написано 5. 10 шаров пролетело. Ждем 5 секунд. Сейчас начнется второй уровень. Так, появились шары уже другого цвета. И они летят чуть-чуть побыстрее. Ждем третий уровень. Шары должны лететь еще быстрее. Да, вот. Шары летят уже очень быстро. Кстати, можете сами доработать эту программу так, чтобы между уровнями показывалась надпись. Уровень 1, уровень 2, уровень 3. Подумайте, как можно это сделать. На этом все. Урок окончен. До свидания.